Что побудило вас встать на этот путь? Мы знаем, что в каждой религиозной системе есть свои святые. Может быть, там разновидности есть святых, но все-таки они есть. То я в свое время был потрясен вот этой мыслью, она, так сказать, очень сильно меня привела в такое раздумие. Люди, которые жили в соседней деревне, где он сидел в пещере, они стали процветать. У них исчезли все болезни, у них стали вовремя проливаться дожди, урожаи и все остальное. Только потому, что жил этот святой. И они знали, что когда в каком-то месте поселился святой, то это место будет благоприятным, и там не будет никаких проблем. И они ходили и поклонялись ему. И вот как-то раз он начал поститься, чтобы уйти в эту нирвану, так сказать. То есть покинуть тело материальное. И люди очень сильно испугались, и они прибежали к нему и стали уговаривать его, чтобы он вкусил пищу. И он сказал, каждый умрет. Так не лучше ли умереть, преследуя самую возвышенную цель? Я не знаю, как вам, но меня это так серьезно подтолкнуло на раздумие. Что многие ли в жизни преследуют самую высокую цель? Кроме еды, обороны, совокупления, сна. То есть привязанности к семье, детям, нации или чему-то. Многие ли преследуют на самом деле возвышенную цель? И я вот с того момента очень серьезно стал задумываться. Я стал искать эту высшую цель. Высшую цель. И в общем-то я нашел. Для чего мы пришли в материальный мир? Стать Богом. Мы пришли наслаждаться отдельно. Есть такое произведение Нара да Пурана. Там такое есть объяснение, где Господь сам говорит, для чего Он создал материальный мир. Он говорит, я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за наслаждениями отдельно от Меня вошли в Него, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались полностью в этом материальном мире и встали на путь преданного служения, бхакти-йоги и вернулись успешно назад, домой. То есть сразу, изначально. И другой причины создания и цели он, так сказать, пока не объяснял. Но есть, конечно, и другие там. Другим. Что произойдет, если все люди выйдут на понимание любовному служению абсолютной истины, в нирвану? Вы имеете в виду, что будет плохого или что будет хорошего? Во-первых, любое живое существо, которое подходит или восстанавливает свою изначальную духовную природу, в первую очередь, всем до одного здесь сидящим выгодно находиться в таком обществе. Во-первых, это люди, которые полностью контролируют гнев, язык, гениталии, желудок и так далее. То есть любой из нас бы хотел общаться только с такой личностью. Никто из нас бы не хотел каких-то других людей, которые могут напасть на нас в подъезде, так сказать, заставить нашего ребенка курить или колоться, или там что-то еще. В любом отношении, даже чисто меркантильном, это знание приносит благо в любых положениях. И такие люди принесут благо полностью любому из общества, кем бы он ни был, кто бы он ни был. Как описывается в ведах будущее Руси, ближайшее? Очень хорошо. Я серьезно говорю. Иногда люди думают, что вроде некое заигрывание, так сказать, в одной стране говорит, что у вас будет там хорошее будущее. Нет, вы можете также найти в ведической литературе эти описания. Есть диалоги между святыми и их учениками, вот эти Пурана, разные источники ведические, где описывается, что Россия будет одной из первых стран, которая полностью восстановит ведическую культуру в эту эпоху. Именно Россия. И говорится, Россия станет фундаментом, мощным фундаментом. Есть предсказания, раса эн праша, то есть немцы, вторые немцы, первые русские, потом немцы и так далее. Есть перечисления, там по-моему французы, англичане и так далее. И самое удивительное, что Индия шестыми только стоит, а последними будут японцы. Да, там есть такое предсказание. Последними будут маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, которые завоюют весь мир без боя. Говорится там янтрами. Янтра это означает техника, механизмами. Говорится, есть предсказание, что маленькие люди, поклоняющиеся солнцу, а это японцы, они завоюют весь мир без боя, своими янтрами, то есть своими механизмами. Практически мы видим, что мы уже наблюдаем такое завоевание. Это предсказано тоже. Это предсказано. Украина это же Россия. В общем-то сейчас странно, современные люди они как-то вот Украина, да, то есть как-то вот с края вроде бы она. Но исторически же Украина, в общем-то это почти центр на самом деле. То есть формирование это всей системы, оно... Ну если мы возьмем там, перенесемся немного дальше, мы узнаем о Киевской Руси. Так ведь? Русь-то, так сказать, Киевская, везде прослеживается. Ну есть разные виды. Также упоминается некая информация о тех... В свое время я готовил лекцию, которая называется «Мировые обманы». Мировые обманы. Может быть, кое-что я затрону на эту тему, если я увижу, что вас, как сказать, не шокирует что-то, и вы так спокойно все это воспринимаете, нормально. Может быть, что-то вам расскажу. Мировые обманы. То есть вот по поводу татаро-монгольского ига там и всяких. То есть то, что описывается в ведической литературе. Каким образом что происходило на самом деле. И постараюсь вам объяснить, каким образом это сфальсифицировано, для чего, почему люди в заблуждении, откуда все эти исторические данные, научные данные, и насколько они объективны, и насколько они просто подтасованы. И люди получали за это нобелевские премии, академики, доктора наук за всю эту бесполезную, абсолютно ложную информацию и ложные, абсолютно ложные исследования. Сейчас институт Бхакти Веданты, вот несколько лет назад, выпустил книгу, она называется «Запретная археология». Даже есть сейчас маленький фильм, который вкратце описывает эту книгу, где представлены кое-какие факты, артефакты, документы, связанные с НЛО, там, с человеком еще во времена динозавров и так далее. То есть, который разрушает полностью всю теорию Дарвина, Геккеля, там, всех-всех-всех-всех этих наших ученых, и разрушает всю эту историю и археологию, о которой мы привыкли слышать и знать. Полностью, фактически разрушает, фактами, научными фактами и данными. И там, как раз, эта книга была принята сейчас всем миром, всеми учеными, и никто не смог опровергнуть ни одного факта, представленного в этой книге. А в этой книге представлены артефакты, артефакты. Все археологические сведения, которые утаивались во всех почти государствах, спецслужбами, секретными организациями, в науке, в печати, везде, утаивались специально. Но они неопровержимы, эти факты неопровержимы. И оказывается, каждое государство обладало огромнейшим потенциалом неопровержимых фактов, которые могли в считанные часы полностью разрушить все научные представления о мире, о людях и так далее. О той истории, которая нас обучает в институтах, в университетах и так далее. Я вот вам могу рассказать такое предсказание, что в 2003 году, если вы встретите человека и скажете ему, вот веды самые авторитетные, и он скажет, да ты что, вы просто подумайте, что он сумасшедший. Говорится, в 2003 году все люди признают на планете, что веды самые авторитетные знания. Это предсказано. Даже то, что я сижу здесь, а вы сидите здесь, не в смысле я предсказан, нет. Я обычный человек, который идет, я вот в течение многих лет практикую это знание. А в смысле того, что говорится такое есть предсказание, в эту эпоху, и там, я вот сказал, там начинается, с 15 века начинается это распространение этого знания, и работа золотого века начинается с 1896 года, когда приходит это синопатий Бхакта, этот Бхакти Виданта, который, это описано, и вот вы можете увидеть на этих книгах, описано, шри-шримат Бхакти Виданта с вами Прабхупада. Вы можете взять ведическую литературу и подтвердить об этом, то есть изначально даже. И там также есть такое предсказание, что люди, носящие шикху и шнур, шнур это брахманический шнур, то есть человеку, когда он получает второе рождение, это духовное посвящение, пообучившись, ему дают посвящение, он становится браманом, и на него одевают такой брахманический шнур. Я потом, может быть, расскажу более подробно, что это, как происходит. Вот шикха, это на сахасрара чакре, такая маленькая кисточка, такая она бывает обычно завязанная, иногда не завязанная, это те, кто практикуют веданта-ваду, то есть шакты-паринаманы, бхакти-йогу, то есть они будут распространять это знание в каждом городе и в каждой деревне, говорится. Они будут так чисты, что земля и люди полностью очистятся, они очистят каждый город и каждую деревню, и тогда ганга завершит очищение. Есть такое предсказание. Говорится, что люди будут читать Бхагавадгиту и Шримад Бхагаватам в каждой семье, и они будут предлагать пищи Господу Джаганадхе, это одно тоже из имен Господа, я потом объясню, почему по-разному он называется и так далее. Они будут воспевать его святые имена, и таким образом 10 тысяч лет полностью воцарится золотая эпоха. Есть эти предсказания. Что вы можете сказать о таких людях, как Блаватская? Елена Петровна Блаватская, ну я нормально, в смысле, в каком смысле, что я должен сказать? Я должен, ну я могу сказать, да здравствует Елена Петровна Блаватская. Или вы хотите узнать, насколько это авторитетно, насколько это согласуется с ведической традицией и так далее. В некоторых аспектах это согласуется с ведической традицией. Я могу вам сказать так, что любое знание, которое позволяет человеку постепенно заняться самореализацией, продвижением, оно есть благо, любое знание. Я вижу, как люди, допустим, столкнувшись с диагностикой кармы Лазарева, они, так сказать, дальше-дальше разгонялись и приобрели более высокие ступени. Люди, так сказать, занимающиеся по системе Порфири Корнеевича Иванова, поднялись, дальше пошли. Агни-йоги, дальше пошли. Кастаньедовцы пошли дальше. Практически мы видим, но также, в чем может быть такая, как сказать, ирония судьбы, также среди этих людей есть те, которые пошли дальше, но туда. Да. Есть те, которые пошли дальше, выше, то есть глубже, и есть те, которые пошли, так сказать, по нисходящей, не восходящей, а по нисходящей. Вот, кстати, у Рерихов есть очень много как раз этих исследований о посещении Иисуса Христа, вот, допустим, Индии, да, вы знаете, может быть, кто занимался этим. Также труды на Товиче, там, да, очень много. Если их перечислять, у меня даже есть список таких светил, выдающихся мировых личностей, ученых, не только вот таких исследователей такого ранга, как Блаватская, там, или Рерих, а даже просто вот ученых, историков, археологов и так далее, которые подтвердили это. Даже была такая история, когда эти все факты хотели представить Папе Римскому. Ну, вроде думали, что он не знает. Иногда же у нас такое впечатление, что никто не знает, что мы узнали. И когда ему представили, там, этот человек, его завели в Ватиканскую библиотеку, открыли там какие-то казематы, или как их правильно назвать? Ну, раньше это были казематы наверняка. Где-то, кстати, Тарквимада, наверное, пытал всех. И там сотни книг лежало. И вот этот хранитель этой библиотеки, он сказал этому человеку, вот все эти книги описывают пребывание Иисуса Христа в Индии. Ну, и что? И тот человек, он был сбит с толку. Он был сбит с толку, и он говорит, ну как? Люди же должны знать. Он сказал, зачем? Ты хочешь их обеспокоить? Этот человек потом сам писал вот в своих записках, и он опубликовал их. Что вы можете сказать о книге Путь Ариев? Я ничего не могу сказать, но я примерно наверняка представляю, о чем там говорится, потому что я обычно знакомлюсь с такими произведениями, которые выходят, там, допустим, Кандыбы, или там Данилова, Инга Мачалова, там, что-то очень много сейчас литературы. И я лишь знакомлюсь с ней непосредственно только для того, чтобы видеть, как эксплуатируется ведическое знание разными интерпретаторами, которые не достигли никаких, так сказать, ступеней. Вы вот знаете о том, что... Хочу рассказать вам об одной такой... аксиоме. Говорится, что никто не может трактовать ведическую науку, если он не получил брахманическое посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащим к цепи авторитетной ученической преемственности Парампари. Никто не имеет права, и ни в коем случае, рекомендует веды, ни в коем случае нельзя выслушивать от этих людей интерпретации или объяснения ведической науки, если они не получили брахманическое посвящение в одной из сампродай, то есть четырех присутствующих во вселенных авторитетных школ. Это Брахма, Матхва, Гаудио-сампродая, Лакшми-сампродая, или еще ее называют Шри-сампродая, Кумара-сампродая и Рудра-сампродая, или Шива-сампродая. И во всех этих четырех сампродаях есть Парампара, непрерывная цепь духовных учителей, идущая с самого начала появления нашей материальной вселенной, ни разу не прерывающаяся. И если вы получаете посвящение в этой сампродая от духовного учителя, принадлежащего, к цепи этой ученической преемственности, только тогда вы можете говорить что-то о ведическом знании, или тогда рекомендуется слушать это. Но все остальное это просто называется мана-майя. Мана-майя. Уважаемый Лакшми Нарайна, скажите, пожалуйста, как себя вести с детьми, и с какого времени нужно заниматься духовными занятиями? Спасибо. Есть такой ведический постулат. Это так вкратце, может быть, потом я побольше скажу. До пяти лет ребенок царь, с пяти до шестнадцати солдат, а с шестнадцати друг. Все. Царь, как вы думаете, вот царь хочет заниматься духовной практикой, а солдат, его надо заставлять. А друг, ну уж пусть выбирает сам. Пусть выбирает. Если вы упустили эти этапы, то практически очень сложно привести в действие. Дух и душа. В чем отличие? Дух, это жизненный воздух, называется прана. Дух делится на пять, на основных и пять второстепенных подразделок. Там прана, удана, апана и так далее. А душа, она плавает в этих потоках жизненного воздуха. Душа называется атма. Атма. Скажите, пожалуйста, как могла душа в свое время попасть из духовного мира в материальный? Что она могла сделать? Спасибо. Ведическая литература тоже очень детально описывает этот момент, каким образом мы здесь оказались. Дело в том, что существуют законы духовного мира. И когда какое-то живое существо хочет приступить эти законы, там их не приступить. То есть существуют законы, и живое существо действует в этих законах. Но когда оно хочет приступить, для тех, кто очень хочет приступить законы Бога, существует другой мир, как он называется, материальный. То есть желание приступить закон. Там их невозможно приступить, все действует только по законам. Но если какое-то живое существо, оно хочет попробовать действовать, ну как бы отдельно, в своем сознании, как-то вот приступает законы, то пожалуйста. И когда нас говорится, как живое существо, там его вдохновляют, говорят, да ты что там плохо, там всякие тройственные страдания забудешь, станешь эгоистичным, будешь гоняться за тем, за тем не надо. Он говорит, ну и что, я хочу попробовать. Ты Бог или не Бог, ты меня любишь или нет? Он говорит, да люблю вроде, все будет нормально. Вот вы смеетесь, на самом деле это происходит так. Говорится, что каждое живое существо, оно индивидуально и наделено свободой выбора. Изначально. То есть, что такое свобода? Если вы делаете только то, что надо, значит свободой что? Нет. Потому что само слово свобода определяет, что я могу, что? Я имею право на неправильный поступок. И вот этот неправильный поступок приводит нас сюда, в материальный мир. Говоря о браке, имеется ли в виду религиозный брак или государственная запись, достаточно, чтобы не быть грешником? Это первый вопрос. На самом деле все браки совершаются где? Астрологический брак, самый благоприятный. Самые благоприятные браки считаются астрологические. Самые неблагоприятные браки – это брак по выгоде или походские, так, сексуальные браки. То есть, по сексу найти себе партнера и думать, что это все здорово, будем жить счастливо. Но через некоторое время все это вам надоест, вы увидите тысячу недостатков друг в друге, и потом будете всем говорить, не сошлись характером, но не сошлись совсем другим. Астрологические браки самые эффективные. Как можно очистить своих близких без их желания? Просто вы можете создать им благоприятную атмосферу своими поступками, своим поведением. Возможно ли зачатие благочестивого ребенка на любом уровне? Если да, то что надо делать? Во-первых, существует определенная такая самскара, или очистительный процесс, называется гарбхатханасском самскара. Это каким образом живое существо, отец и мать, могут подготовиться к процессу зачатия благочестивого и неблагочестивых детей. Расскажите, пожалуйста, о буквосочетании КАГА. Является ли оно мантрой? Для чего оно необходимо? Спасибо. Все звуки в санскрите, они являются определенными ключами. И сочетание этих также букв, это все связано с математикой, геометрией, астрологией, астрономией. Вы можете взять любую санскритскую мантру, и вот, допустим, я могу вам рассказать, вот, допустим, стих, представим. Когда религия приходит в упадок, то воцаряется безбожье, и тогда я сам не схожу о потомок Бхараты. Вот перевод, литературный перевод. Если вы возьмете санскрит, вот этот стих, и разобьете его на такты и на ритмы, вы можете получить любое аюрведическое лекарство. Если вы разобьете его на цифровую систему, вы можете получить астрологические и астрономические измерения, какие вам необходимы. Если вы разобьете на тона и полутона, на ритмы, если вы разобьете его на определенные словосочетания, их шифры, цифровые коды, цвета, вы можете получить, как правильно построить храм. Вы можете получить любую информацию, если вы имеете доступ к ключей к санскриту, вы можете, вам достаточно одной какой-то шлоки, из нее столько вы можете вытянуть, даже как воспитывать детей. Вот такие писания уникальные. И люди, не зная этого, они даже не знают, что там может быть заключено. Вот, допустим, я, вот здесь у меня есть раздел, иногда люди спрашивают меня, что вы говорили о математике, о ведической математике, что это такое. И я специально иногда на программах, вот математики, бывают ученые, интересуются, я для них вот такую маленькую брошюрку, чтобы они поняли, что такое современная математика и что такое ведическая математика, и в чем ее преимущество. Те решения, которые делаются в шесть этапов, в семь, ведическая математика делает в один. Вот сейчас возьмите любое умножение, числение, что-то, здесь делается все в один. И кто-то сознательно укрывает от людей эти вещи. И вот здесь насчет санскрита. Схулба сутра, вот эта геометрия, откуда появились цифры, арабская алгебра, откуда, все это пришло из ведической цивилизации. Символы, и вот здесь есть такой раздел, поэзия в математике. Значит, на санскрите согласные, вот вы сказали, ка, ка, это согласные санскрита, ка, звука. Та-па-ка-па, па-па-ука, дука-сука, это дуки-суки, это значит счастье, несчастье и так далее. Вот есть такая мантра. Перевод. Перевод этой мантры. О Господь, облитый йогуртом пастушек, о Спаситель падших, о Повелитель Шивы, пожалуйста, защити меня. Вот перевод такой санскритской мантры. Что же мы можем из такого санскрита вытащить? Вот здесь такой пример. Применив код, данный выше, тут здесь вот коды, какие цифры соответствуют, каким буквам, каким, и мы можем математически, математически, зная, каким вот этим слогам, какие буквы соответствуют, цифровые, раскрыть коды, заложенные в этом стихе. Смотрите, какой простой стих. О Господь, молитва, облитый йогуртом пастушек, о Спаситель падших, о Повелитель Шивы, пожалуйста, защити меня. Все, смысл. Что отсюда можно получить? А если применить коды? Пи, поделенное на 10. Таким образом, предлагая вот эти мантры Богу при помощи этого метода, человек также может познать важные мирские истины. Важные мирские истины. И вот здесь дается пи в 10, поделенное на 10. Вы представляете, что это такое? Вот кто знает, что это такое? А? Уравнение и все. Ну, в общем, если есть люди математики, вы можете подойти и узнать, что это такое. Как в мантрах заключены все медикаменты, какие лекарственные травы можно из мантры вытянуть, как можно виды оружия вытянуть, все что угодно. И все это зашифровано в таком простом стихе, который может переводиться. О, дорогой Господь, я поклоняюсь тебе. Вот смысл стиха. Но если вы знаете шифры и коды, есть ключи доступа, то вы из этой мантры можете столько вытянуть. О, о, о. Даже никаких вам не надо. Вы можете чертежи целые. Вы можете строение вселенной, где как что расположено. Вы можете вытащить коды звуковых потенциалов, через которые вы сможете проникнуть в параллельные измерения. Вот из одной мантры. Таково уникальное положение ведических писаний. Уникальное положение ведических писаний. Дети часто причиняют вред живым существам, так как еще не сознательны и не знают, что творят. Став взрослым, они понимают, что такого ни за что не сделали бы, но уже поздно. В принципе, они не виноваты. Кто не был молод, тот не был глуп. Поговорка. Как такие случаи отражаются на карму таких людей? Будут ли они за это наказаны? Да. Они будут непременно наказаны, если не прибегнут к определенным практикам очищения. Сто процентов они будут наказаны. Знаете, вот особенно эта проблема абортов. Люди даже не представляют женщины, что они творят. И что им за это будет? Готовьтесь. И так же можно от любого греха. И любой мужчина, который подтолкнул женщину на аборт, он тоже даже не знает, что он себе одним этим абортом или одним подталкиванием готовил. Это целый аспект, раздел есть. То есть, если даже просто... И в то же время от всего этого можно избавиться. Понимая, что в глубине души я ни от чего не хочу отказываться, отказавшись ожидать награды, а не дожидавшись утешать себя чувством правоты. Как я могу захотеть изменить свои желания? Вы знаете, наши желания меняются в нескольких, вернее от нескольких воздействий. Во-первых, карма существует. То есть, воздаяние нас иногда заставляет действовать правильно. Мы видим, вот ребенок, допустим, лезет куда-то, мы ему раз по рукам. Он второй раз лезет, мы ему раз по рукам. Третий раз он что? Ну, по крайней мере, он с другой стороны лезет. Так можно изменить, по крайней мере, желание вот таким образом это достичь. Может быть, есть. Потом мы можем получить такую же кармическую реакцию, то есть, добравшись до этого, полностью увидеть, что это не то, что мы ожидали. Таким образом могут желания измениться. Ведическая литература описывает несколько категорий людей, которые могут начать менять свои желания, культиваться. Но для этого нужно иметь очень хороший интеллект. То есть, быть интеллектуалом. Коэффициент интеллектуального потенциала должен быть очень высокий. Поэтому, в общем-то, вся эта программа и ведическое знание предназначена для очень разумных людей. Независимо от их нации, какого-то вероисповедания, их профессии и всего остального, нужен интеллект, очень хороший интеллект. И ведическая литература описывает несколько категорий живых существ. Первое. Это те, кто может принять знания из вед. Это самый высший уровень. Или из священных писаний. Вы заметили, что во всех священных писаниях на самом деле описаны истинные ценности. Там не какой-то вымысел. Если мы думаем, что там Библия, это вымысел или какое-то писание. Нет, это все истинные ценности. И там нет противоречий. Просто они даются на разном уровне. Поэтому мы видим. То есть, вот для людей пранома и так можно пояснить эти вещи. То есть, истина, она паринаму делает. То есть, трансформируется до уровня понимания данной категории общества. Когда вы не можете дать людям санат на дхарму, они не понимают, нет уже такого коэффициента интеллекта. Вы им трансформируете до уровня упа дхармы. Если они даже не обладают такой потенциалом, таким, вы до чала дхармы. И так далее, и так далее. И так же вверх. Все таким образом действует. И так описываются эти несколько категорий людей. Первый, значит, получает знания так. У них есть достаточно. Если у них недостаточно интеллекта, они видят, что в прошлом кто-то так делал и получил за это плохой или хороший результат. Из-за этого они меняют свои желания. У тех, у кого еще меньше интеллекта, они, что, пока с ними что-то не произойдет, они не поверят никогда. Вот пусть мне руку отрубят, тогда поверю. Или вот меня пока еще, вот это знаете, как сказать, вот что, если понять, что в тюрьме плохо, значит, что надо обязательно сесть туда, что ли? Или чтобы понять, как человек чувствует себя перед расстрелом, что обязательно, так сказать, довести себя до этого. То есть есть такая категория людей. Пока с ними этого не произойдет, они не изменят своих желаний и устремлений. И есть последняя категория людей. Их называют мудхиа. Мудхиа в переводе означает осел. И ведическая литература говорит, люди, подобные мудхям. То есть как осел. Уперлись вот. И с ними хоть что делают. Хоть карма на них обрушивается. Они видят, что там все. Даже с ними происходит. Они говорят, все равно. Так их вот называют таким образом. То есть это определяется не сам человек, а степень такого вот интеллекта. То есть практически равного интеллекту осла. В Индии берегут коров. Однако большого прогресса по сравнению с нами не наблюдается. Ваше мнение. Вы знаете, я могу вам сказать. Если рассмотреть нас и демонов, то у нас тоже не наблюдается большого прогресса. Если говорить с материальной точки зрения, то демоном-то быть куда практичнее. Куда практичнее. Мы измеряем прогресс колбасой, техникой, жигулями, вольво, золотыми цепями и так далее. Телевидением, радио. Но прогресс не измеряется. Истинный прогресс этим не измеряется. Поэтому мы видим, что истинные знатоки, они что, имеют телевидение, имеют вольво. Представляете, Христос на какой-то хонде. В таком от Нины Ричи костюме цепь такая золотая, с бриллиантами. Он-то уж мог себе позволить. Или Будда вообще такой крутой, ежиком подстриженный, накачанный. Чем вы определяете? Стейком. Православие запрещает целительство. Хатха-йогу, цигун, грех. Это заблуждение. Вы знаете, вот так однозначно сказать заблуждение. То есть, если мы рассмотрим этих цигунистов, кто это преподает и как, то, в общем-то, неплохо было бы запретить. Кто объявляет себя хатха-йогом и таковым не является. Тот, кто говорит о цигун и, так сказать, не является этой личностью. Это значит, как примерно, где-то две недели они ездят на какие-то курсы, приезжают. Это несерьезно. Это профанация. Но по большому счету, если говорить об истинном положении цигунта, чигунтам или хатха-йоги, конечно, это заблуждение, если это запрещается. Конечно, заблуждение. Но я бы мог понять, если мотивом этого запрещения является то, что там всякие под этой маркой шарлатаны, как правило, вы знаете, сейчас в нашу-то эпоху шарлатан на шарлатане и шарлатаном погоняют. Ты посмотришь всякие эти медитации, что-то, все, мессии, аватары, ой. Мой духовный учитель мне как-то рассказывал, говорит, в Америке был слет Иисуса Христов. И там около 200 с чем-то человек собралось, те, кто себя искренне считает Иисусом от Второй пришествия. Поэтому у нас нет проблем, у нас столько всего. У нас все в порядке. Но самое-то страшное, то, что у них у всех тысячи, а иногда сотни тысячи последователей. Вот что проблема-то. Ладно бы они там ходили, так сказать, ну. У них люди же бросают все, идут за ними. На самом деле. Издревле существует такой обычай. В ночь на Ивана Купалу мужчины и женщины прыгают через костер. Чтобы избавиться от болезни. Что же происходит на самом деле? Очищение тела или оскорбление духа огня? Ну, огонь на самом деле он очищает. Но все вот эти праздники, Яна Купала, это не ведические праздники. Это не ведические. Я бы, может быть, мог бы вам рассказывать, какие это праздники. Но я обычно эту тему не затрагиваю. Это не ведические праздники. Это праздники других традиций и других целей. Это разрушение ведической культуры. Это ассидхи врата. Все это называется ассидхи врата. Все эти праздники, которые были. Если кто-то думает, что 1 мая или 8 марта, что это праздники вот такие. На самом деле, если вы узнаете, это религиозные праздники. Но которые вводятся под видом 1 мая. Чтобы психическую энергию люди выделяли в этот момент. Определенный вид жертвоприношения совершается. Агята сукрита. То есть, неосознанно люди делают это. Не зная истинного предназначения. Вы не замечали никогда, что, допустим, во времена советской власти, даже если ты там хоть какой негодяй, тебе ничего не будет. Но если ты не придешь на демонстрацию. Вот почему такое? Думаете, вы так нужны были? Да, вы нужны были. Есть определенные виды яги. Есть красные звезды. Люди, знакомые с этими вещами. Они очень хорошо понимают, что такое это. Что такое мавзолей. Что такое тринадцать башен. И так далее. Это большая наука. И все, кто это строил. И кто вводил все эти серпы и молоты. Это очень, очень глубоко квалифицированные люди в оккультном знании. В религиозных науках. Очень квалифицированные. То есть, потрясающе квалифицированные. Скажите, пожалуйста, можно ли ходить к бабкам, которые отделывают порчу или выливают ее на яйцы? Ну, я знаю, о чем вы говорите. Это обкатывают, да, яичком как-то там. Да? Бывает, обкатывают. Это зависит от бабки. Это зависит. Это тантра. Бывает. По крайней мере, пожалуйста, я вам просто скажу такое одно. Запомните. Если кто-то, вы слышите какую-то молитву такую, чтобы там тому дороги не было, отведи от него и передай другому. Вот там туда-сюда. Пусть все это вернется. Если кто встанет на его пути, пусть его разорвет, расстреляет. И все это, о, Дева Мария, все твоим именем, там, и Христом, и все такое. Знаете все, что это, все не авторитетно, это тантра, который спекулирует просто. Они берут эти Христа там вот и поедают. Христос, его настроение какое? Прости им, Господь, ибо не ведают, что творят. И когда вы увидите, что кто-то ради своего блага готов кому-то причинить беспокойство, и там какое-то христианство примешивает, никогда не доверяйте этому. Нету такого. Нету такого. Не в религии, когда кто-то говорит, это все они от дьявола, все они там от сатаны, надо их убить, там уничтожить, крестовый поход на них совершить. Нет. Настроение христианства – это все прощения. Титикша и короника. Сострадание и прощение. У меня дома православные иконы. Как согласовать чтение мантры перед Иисусом Христом и Божьей Матерью? Почему все-таки не Отче наш? Почему? Если вы можете, ну читайте Отче наш, искренне. По вере вашей будет вам. Но мантру можете еще и читать добавок. Почему? Для этого не обязательно менять религию. Знаете, есть такой этимологический словарь «нирукти» – санскрит. И также «вайкарани» – есть «спхота» – это объяснение санскрит. И вот мы можем проследить, даже есть описание, как трансформируется. Пурана описывает, как слово «криштоша» превратится в «Христос». «Криштоша» – вот есть «ашутоша», одно из имен Господа Шива – «ашутоши». Того, кого легко разгневать и очень легко удовлетворить. И «криштоша» – это означает «тот, кто удовлетворил Кришну». То есть «божий помазанник». И вот слово «христос», если кто-то знает, он же был «ишуа», не «исус». Буква «с» на «ша» меняется. Он был «иша», «иша-путра-чам-мам-ветхи-кумари-гар-пха-сам-бавам». «Ахам-иссам-маси-нама». «Я есть сын Бога рождённый» – «иша», «ишвара». «Ишвара» – это означает «бог». «Путра» – «сын». Итак, «сын Бога рождённый» – «кумари» – это «дева», «кумари». И появляется «Мария», «кумари». «Мария» появляется такое даже слово. Потому что на санскрите «кумари» – «девушка». И вот надо понять, и там есть описание, как слово «христос» на самом деле звучит как «крыштош». И не христиане, а крыштяне. И вот даже на территории Украины были найдены очень большие записи, манускрипты, где поклонение идёт «вышиню» и «крышиню». Они там гуляют с «ладой», а «лада» – это «радха», «рада», «лада». Они гуляют там в лесах, там всё эти истории, поднял гору он там и так далее. Если вы возьмёте, прочитаете 12-ю песню «Шриман Бхагава», там как «кришна» гуляет в лесах Вриндавана. Вот сейчас, когда я раздавал «прасад», пела песню «джайра-дама-дава кунджа-би-хари». Это как раз «кришна» с «радхой» гуляет в лесах Вриндавана. И в этих песнях тут на территории России тоже гуляет Кришна с «радхой» в лесах. Там есть история, как Кришна поднял холм Гавардхана, и здесь мы видим, и так далее. И волхвы-то, вот тех, кого называют волхвы, это браманы, это браманы. С таким же шнуром каким-то странным у них был шнур. Все атрибуты их и так далее. Это все остатки ведической культуры. Поэтому, говорится, это как трансформилось. Кришна, Криштош, Христос. И появился Христос. Если вы знаете, что такое «Иисус Христос», то на самом деле Христос, в переводе даже на греческого языка, это что? Божий помазанник имеется в виду. Мессия. Иса, масси, нама. Меня будут знать, как Иисус Мессия. Иша. Поэтому есть место в Кашмире, в Шрингане. Называется Роза-Бал. И там похоронен Юзасав. Это гробница, считается, ее охраняют мусульмане. И они говорят, что здесь лежит Иса. Иса. Который исполнил свою миссию. Увот и Иордана. И благополучно вернулся в Кашмир. И там дальше-то, кстати, есть очень много описаний, как уже под другим именем Юзасав. Он делал очень большие дела. Вопрос такой был по поводу, вот экстрасенсы снимают карму. Потрясающе. Повесили карму, сняли карму. Раздали карму, собрали карму. Такие боги. Ведическая литература как раз описывает это положение, тут шарлатанство. Они сами порой не знают, что происходит. Сами не знают. Во-первых, если вы экстрасенсы думаете, что вы из чью-то карму берете, если у вас что-то получается, во-первых, вы ее берете на себя. Это раз. И также вы можете ее переключить на своих близких, если вы не знаете, как с этим на самом деле. А поскольку мы видим мало людей, кто знает, как на самом деле управляться, а все в основном по книжечкам и там по всему. Я уже говорил, что это за книжечки, это все профанация. И ведическая литература, вот четвертая песня Шриман Бхагава, там Нарада Муни, он объясняет вот эти положения всех этих людей, которые пытаются снять чью-то карму там, якобы, не обладая четким духовным статусом и знанием, а просто будучи на уровне платформы тантры. То есть они ничего не соблюдают, и у них есть силы. Но все эти силы, если вы помните, я объяснял какие. Ашитхиврата, тантрические силы. Мода со страсти и невежества. И вот там сравнивает он вот эту деятельность таких личностей, и он предупреждает про чина Бархишата, царя такого, чтобы он не попадал под влияние этого всего. И он говорит, это подобно перекладыванию тюка с головы на плечо. Вот представьте, что у вас на голове какой-то тюк, и вы очень вшиво, и у вас прямо сейчас сломается. И кто-то говорит, давай я тебе сниму. Снял и поставил вам на плечо. И вы говорите, фу, вот классно. Но через некоторое время, еще его и не устали, потому что она на плече давно уже не была. Другой приходит, что у тебя уже со временем проблемы? Вы говорите, уже от тебя отсюда. Он говорит, да что ты, плати, я тебе сделаю, прославь меня, да и вообще сделайте. И переложил вам туда. К этому времени уже голова поспела. Вы понимаете, да, что происходит? Так действует это. Поэтому если карма не сожжена сознательно человеком, или этот человек не соприкоснулся с личностями, которые на самом деле могут очистить любое место и любую личность, любое место и любую личность, то эта карма, она выплывет в другом месте. Экстрасенсы могут заглушить ваши кармические реакции. То есть у вас что-то должно было произойти, можно просто растянуть это во времени. Вас должны были ударить сильно кирпичом, но у вас просто 50 раз, 50 подщечин получите. Понимаете? То есть взять это, собрать можно, можно растянуть. Один удар кирпичом сильный, можно заменить 50 подщечинами. И так далее. Но вы все равно должны будете отработать эту систему. Это снимается только духовным путем или только определенным видом яги или топасии, которые сам человек на себя налажит под руководством какого-то авторитета. В материальном мире различия вещей создаются движением и отношениями причинности. Какова природа различий в духовном мире? В духовном мире нет такого понятия, как карма, как карма, поскольку все а-карма. И духовный мир действует по законам, как ни странно, любви, духовного потенциала, любви. Садчит ананда называется. Духовный мир, природа духовная. Поэтому все, что здесь считается, так сказать, ценностью, в духовном мире ценностью не является. Это знаете, вот как библейские такие есть выражения. Не собирайте свое богатство на земле, собирайте свое богатство на небесах, ибо там дом ваш. То есть то, что здесь ценится, там не ценится. Как вот он говорит, легче верблюда через игольное ушко протащить, чем богатому попасть в царство Бога. То есть какие богатства, мы должны знать, какие богатства культивируют. Что есть артха и что есть анартха. Артха это то, что ценно, анартха то, что не имеет никакой ценности. Может ли человек, незнакомый с знанием Вет, познать истину и выйти из-под кармы? Есть ли известные в истории примеры? Заранее благодарю. Нет, это невозможно. Человек может сам не знать Вет, но он может делать так, как ему говорит тот, кто знает Веты. Просто делать, даже просто без объяснения. Он может просто делать так и выйти из-под влияния. Просто практиковать. Под контролем того, кто знает, как это сделать. Это можно. Но если вы вообще ничего не знаете и на интуицию на какую-то надеетесь или что-то, нет, это невозможно. Хотя в истории, вот вы спрашиваете в истории такие случаи, я могу рассказать вот этот процесс реинкарнации. Говорится, что насколько выше потенциал у человека, настолько память его более сенсорна. И человек на определенном уровне духовного развития может проявлять память своей прошлой деятельности. Поэтому если он в прошлом достиг какой-то культивации знания, в этой жизни он может, не обращаясь к этому знанию, опять начать его культивировать. Есть такой стих даже в Бхагавадгите, что неудачливый йог или человек, который дошел до высокой ступени йоги, но по каким-то причинам с нее сошел, он находит йогу в следующий раз, даже не ища ее. То есть, да, вот такой случай может произойти, что вы можете начать культивировать, потому что вы в прошлом помните все это. И вот даже то, что я сейчас рассказывал, если кто-то из вас здесь есть, который 100% так и понимал, так и думал, вот такие представления имел, значит он в прошлом просто это культивировал. Вот и все. И если вы помните, я объяснял, в Ведах есть такой стих, что люди, живущие в этот век Кали, вот именно в наш век Кали, а мы живем вторую парардху, то есть мы прожили 50 лет космических, то есть ровно половину срока 311 триллионов 40 миллиардов земных лет, мы прожили половину. Представляете, сколько мы уже здесь были? И говорится, что люди, живущие в этот век Кали, который сейчас происходит, вот мы все с вами, и достигшие человеческой формы тела, уже миллионы раз поднимались на самую высшую планету Сатия Лока, и миллионы раз спускались до самой низшей Патулака. И все у нас есть в нашем, так то, что мы называем фантазией. Вот мы читаем книжки, видеопродукции, фильмы ужаса, звездные войны там, и все это существует в нашем уме. И говорится, есть такой стих в четвертой песне Шриман Бхагаватам, если кто-то заинтересуется, вот такая песня, можете взять, там есть объяснение, такой стих есть. В человеческом уме ничего не может возникнуть, если человек не встречался с этим в одном из своих прошлых рождений. Ничего не может возникнуть в человеческом уме, с чем он не встречался в одном из прошлых рождений. То есть такого понятия, как фантастика, не существует. Фантастика только в том, что вы можете не соединяющие вещи соединить, но то, что эти вещи существовали в вашей жизни отдельно, все это факт. Как ведическая философия объясняет детскую смерть. Закон кармы, вот в частности от детской смертности. Детская смерть обычно один, я расскажу, потому что эта тема очень огромная, и в каждом конкретном случае надо рассматривать родителей, ребенка и так далее, при каких обстоятельствах. Но одной из деталей есть такое, что дети, которые умирают, у очень хороших людей, которые очень много о них заботились, это должники. То есть эти люди пришли взять долг, который вы не вернули. И в ведической литературу описывает, они приходят взять долг сполна и причинить нам большое горе. Вот почему вы заметили, да, в христианских молитвах, и прости нам долги наши, яку и мы прощаем должникам нашим. То есть делать долги и не отдать долги, это очень плохо с кармической точки зрения. Вас эти должники достанут в следующей жизни. И вы расплатитесь сполна, нам приходится расплачиваться сполна, с лихвой придется отдать. Вот даже такой пример приводится, что если у вас есть ребенок, и вы все в него влаживаете, оттуда ничего, и вы всю жизнь в него влаживаете, не огорчайтесь. Когда-то было, что он вас вложил, а вы ему не отдали. Теперь он пришел взять с вас все сполна. Вот таков сокон. Вы говорили, что если человек расстрелян, обижен, оклеветан и так далее, то он сам в этом виноват. А что если он распят? Если мы говорим о мессиях, то мы должны очень хорошо осознать, что они относятся к категории А-карма. У них нету чего? Кармы. У них нету кармы. И поэтому если... Вы имеете в виду пример Христа? Нет. Это определенная мистерия. То есть для Христа это была определенная мистерия. Это для людей как смерть такая. И говорится в ведической литературе, как раз в разделе о Христе, там описывается, что невежественные люди совершили великое оскорбление. То есть они подумали, что так его можно убить. И распространили слух, что такую личность можно убить. И люди еще даже многие тысячелетия верят, что его убили, бедного. Вот так убили, потом он какого-то воскрес в другом теле. Таких людей невозможно убить. Они относятся к категории ситх. То есть их положение очень другое. Они акарма. Они вне этих законов. И когда они играют роль, чтобы их там приколотили. Вы представляете, он одним поднятием руки стихию успокаивал. И вы считаете, что такого человека можно убить? То он бы просто так руку поднял, и все бы... И замертво упали. Можно сердце остановить своими мыслями просто человеку. Но говорится, там есть объяснение в ведической литературе по поводу миссии. Вот о чем я рассказывал. Иша Путра. Чамам ведику маригарпхи самбавам. Ахам исамасих нама. Этот вот стих как раз знаменитый из Пхавишти Пурана. Я и Сын Божий, рожденный от Девы. И ты должен знать об этом. Меня будут все люди звать как Иисус Мессия. Под именем Иисус Мессия. Он как раз объясняет там свой приход и всю эту систему, каким образом он действовал. И говорится, что Христос, вот это Иса Мессих, он был наделен двумя качествами самого Бога. В полном широком диапазоне. Титикша шакти и каруника шакти. Божественными качествами. Состраданием и милосердием. Самыми высшими качествами. Это маха ситхи. Как вы думаете, что легче, мстить или прощать? Где больше сил надо? Прощать. А люди думают, что мстить надо больше сил. Нет. У людей все с ног на голову перевернуто. Если животные тоже люди, что они могут совершить в своем животном образе? Что с ними так плохо обращаются? Пример. За что Герасим утопил Муму? Видимо, Муму утопила Герасима. Знаете, есть такая мантра. Мамша, кота, ты и ты, мамша. Сегодня ты съел мое мясо, завтра я съем твое. Все. Мамша, кота, ты и ты, мамша. Такой закон. Если вы что-то причинили этому живому существу, то знаете, в следующий раз вы поменяетесь ролями, и получите то же самое. Будьте добры, объясните, пожалуйста, существует ли в ведической культуре толкование снов. Да, я вчера вот говорил, Татрея, Панишада там есть. Есть ли разница между дневным сном и ночным? Да, разница есть между дневным и ночным сном тоже. Для чего в снах я переживаю чужие жизни? Связано ли это с моей кармой или путешествием моего сознания? Я могу вам рассказать. Ведическая литература описывает серебряную нить, которой связано тонкое тело с грубым телом. Называется тонкая мистическая нить. И она длиной в размере с вселенную у каждого человека. Это тонкая серебряная мистическая нить. Она называется винья. И когда тонкое тело во сне выходит из тела, то оно вот по этой нити, ну как проводок, всю эту связь держится. И когда человек возвращается в свое тело, он все по этому проводку. Если эта нить прервется, то человек не сможет вернуться в свое тело. В прошлой эпохе у людей эта нить была очень тоненькая, поскольку они были очень духовно развиты. Но в современном мире это уже канат мистический. Поэтому вы можете прямо перед духом из пушки выстрелить. Вот раньше вы замечали, говорили, что человека нельзя будить, а то он может не проснуться. Сейчас же вы можете будить кого угодно. Кого угодно. Потому что это уплотнение происходит. То есть чем более материалистичные люди, тем эти связи все больше уплотняются. Они далеко уже не отлетают. В основном это опыт прошлого. В частности, в разделах кармы объясняется, что человек получает некие разновидности реакций за свои греховные поступки во сне. И самая плохая смерть – это умереть во сне. Однако все люди считают наоборот, что самая прекрасная смерть – это во сне. Это самая ужасная и самая плохая смерть. Еще я бы хотел сказать вам, что если кто-то видит кошмарные сны, то это за очень серьезные греховные поступки. Но это очень хорошо. Значит, вам удалось их какими-то благочестивыми поступками нейтрализовать до уровня сна. Да, благочестие. Мы все равно какие-то благочестивые поступки совершаем, какие-то мелкие. Но это набор был такой, что какой-то поступок умудрились вы трансформировать до реакции на уровне сна. Но человек, видя очень плохой дурной сон, может умереть во сне. Вы знаете об этом? Видя вот этот сон. То есть во сне вас могут убить, и наиву вы тоже можете погибнуть. Есть такой вид тонкого киллерства. Я вот иногда рассказываю, что есть страны, в которых приняли уголовный процессуальный кодекс, принял статью за астральное убийство. Практически в материалистическом обществе мало кто даже понимает, но люди связанные с разными эзотерическими науками, знают, что это такое. Можно киллера направить, и он вас просто убьет во сне. Никаких отпечатков, никаких свидетелей, ничего в грубом мире. И вы мертвый, труп. Никаких наживых ранений, ничего. Вы просто умерли. Остановилось сердце во сне, вас похоронили, и никто не знает, что заказное убийство было совершено. Расскажите, пожалуйста, как обращаться с огнем, чтобы избежать проблем глаз. Во-первых, я вкратце, потому что это же опять же тема длинная, я поэтому буду говорить вкратце. Во-первых, ни в коем случае нельзя на огонь дуть. Нельзя в него плевать. Нельзя в горящий огонь бросать мусор. Вы можете поджигать мусор, но если огонь горит, в него бросать мусор, это уже тоже. Ни в коем случае нельзя в огонь мочиться или испорожняться туда. Огонь обычно... Потом нельзя перед открытым огнем находиться голым, совокупляться и так далее. Огонь, если кто-то знает, это живое существо. Это огни. И он присутствует всегда в этой стихии. Огонь – это как глаз, который все видит и всю информацию принимает. Потом связывает нас с такими живыми существами, которые называются шраваны. Они контролируют каждое живое существо. Каждый мужчина и каждая женщина имеет своего шравана, который полностью контролирует. У них есть мистическое зрение, они видят сквозь стены, сквозь все, что угодно. Никуда от шравана нельзя скрыться. Они сквозь предметы видят. И шравана контролирует отдельную каждую личность. И полностью ведет запись всех поступков живого существа. Но это более другая тема. Как это происходит, почему никто не может избежать ни одно живое существо, ни днем, ни ночью, ни в ущелье, ни в России. Нигде не может скрыться от этого живого существа. От контроля этой системы. И поэтому есть такой институт доктора Моуди, может быть. Он как раз эту систему подтвердил. Когда я сравнивал, она полностью сочеталась с ведической. Он практически это подтвердил. Он собрал людей с посмертным опытом. Ну вот это состояние клинической смерти. Кто-то 10 минут, кто-то даже несколько суток был. И меня потрясло, что там был человек, которого даже попытались анатомировать. Вы представляете? То есть думали, что он все. И он в этот момент, кстати, очнулся. И там они вообще чуть в оморок не упали, сами врачи. И вот они рассказывают, что с ними происходит. Так это полностью, 100% сочетается с описаниями вед. Что происходит в момент смерти, как там, что появляется. И все до одного люди, независимо от того, верующие они или какой веры, какой нации, говорили только об одном и том же. Что каждому из них предоставилась возможность увидеть всю свою жизнь одновременно во всех деталях. Более того, можно было видеть свои мотивы, желания и так далее. Полностью, разом, все. И воспринимать это, как вроде отдельно. Разом и в то же время по системе. Что эти все люди пришли к выводу, что ничего не сокрыто. Ни одного действия, ни одной мысли и ни одного мотива не проходит незамеченным, чтобы вам потом его не представили. Это вот знаете, как человек совершает преступление, его скрытой камерой снимают. И потом, когда он говорит, нет, я этого не делал. Они говорят, хорошо, будем смотреть кино. И он такой. Все. Вы говорили, что изменив ударение в слове, меняется значение. А при пении Кришна менялось ударение. Дело в том, что я еще раз объясню вам. Я упоминал уже, что есть мантры, относящиеся к материальным потенциям. И есть мантры, относящиеся непосредственно к духовным потенциям. Допустим, так же, как слог Ом. Кришна в Бхагавадгите говорит, из трансцендентальных слогов я слог Ом. Омкара или пранава. Есть звуковые вибрации нематериальной природы. Поэтому, как бы вы на них не делали ударение, есть просто благоприятное ударение. Но суть этих вибраций не меняется из-за того, что мы меняем ударение. Понимаете, да? Поскольку, если эти были бы, допустим, вибрации, связанные с деятельностью Кармаканди, Кармаканди, то есть, вот помните, я вам говорил, допустим, такая, Ом Ахаринамду, Ом Ахаринамдеху. Тогда там очень важно это говорить. Очень важно. То есть, это очень длительное обучение, там, как правильно Ом произнести, как все тона, ритмы, все. Это очень сложно. И простой человек, он не сможет, даже выучив эту мантру, он не сможет ее правильно повторить. Во-первых, он должен быть полностью подготовлен изнутри к произнесению любой звуковой вибрации, такого толка, если он хочет здесь что-то получать. Это очень сложный процесс. На самом деле, он должен быть очищен. У него должны быть определенные правила, предписания и так далее. Знаете, есть такое описание. Брахманы так чисты, а мантры так могущественны, что конь становится на глазах у всех человеком. Вы понимаете, да, чем я говорю? Браманы так чисты, а мантры так могущественны, что прямо на глазах у людей конь превращается в человека. То есть, мантры всегда могущественны, но не всегда чисты кто? Те, кто их произносит. Поэтому результат может быть иной. То есть, здесь нужно, самоведа описывает все правила и предписания, каким образом нужно достигнуть степени чистоты, чтобы раскрыть полностью весь мистический вибрационный потенциал звуковых вибраций, чтобы они начали работать. Но также в разделе «Тантра-шакти» описание природы, единственное из всех 20 тысяч вибраций, маха-мантры обозначено, говорится, что нет строгих правил и предписаний по ее произнесению. Есть одно строгое правило. Ни в коем случае не прекращать своего повторения. И вот вообще в идеале рекомендуют повторять, вот допустим, есть люди, которые повторяют, их называют «бхаджанананди». Они живут в святых местах, допустим, где-нибудь во Вриндаване, такое есть место святое, или Джаганадха Пури, или в Майпуре на Вадвипе. И они постоянно повторяют Харе Кришна Маха-мантру. Они селятся в святом месте и постоянно воспевают имена Господа. Постоянно. То есть, вся их деятельность, они просто повторяют Харе Кришна Маха-мантру. Садятся в одном месте и повторяют. И живут только за то, что вот кто-то мимо проходил, дал что-то, не прошел, ничего страшного. Он сидит, повторяет дальше. То есть, полная зависимость. Есть другая категория, называется Гоштхинанди. Это проповедники. И есть определенные ветви, где проповеднические ветви и ветви воспевания. Итак, нам рекомендуется повторять не менее 16 кругов каждый день. Это тем, кто получает Харинама Дикшу. То есть, посвящение у Духовного Учителя. Они повторяют 16 кругов ежедневно. Ежедневно. Круг, это, если вы помните, я говорю, это вот. Вот таких надо прочитать 16. Вот когда вы читаете Харе Кришна Мантру и подходите обратно к большой бусине, здесь ничего не читается. Нужно по часовой стрелке перевернуть бусину. Перевернуть и начать по новой, обратно, в обратном направлении читать. И каждый раз, как вы дошли, опять по часовой стрелке перевернуть и опять начать. И есть 7 ступеней, так называемые Шикша. И рекомендуется человеку, который начал практиковать Бхакти-йогу и начал практиковать повторение Харе Кришна Махамантры, рекомендуется первая ступень, которая называется Шрадхаван. Когда человек просто начинает один круг каждый день повторять. И еще у него, он пытается что-то соблюдать, но пока у него ничего не получается. Он повторяет один круг. И его вот этот Шикша, Шикша означает наставление. Он ни в коем случае не должен пропустить ни одного дня, чтобы не повторить одного круга. Не менее одного круга. Не менее одного круга. Вторая ступень посвящения называется Кришна Севака. Кришна Севака. На этой ступени человек должен уже повторять 4 круга Махамантры. И он должен быть обязательно 100% вегетарианцем. То есть из его Ахара полностью чисто. То есть там нету мяса, нету места мясу, рыбу и яйца. Все. Он не употребляет. Это называется Кришна Севака, эта ступень. Он также пытается свои сексуальные вопросы решить. С интоксикацией там всевозможными. Но у него еще, как сказать, подскальзывается он. Поэтому до тех пор, пока он не укрепился, это не считается, что он соблюдает. Он стремится соблюдать, но у него не получается. На следующем этапе, следующая ступень, она называется Кришна Садхака. Когда человек начинает повторять 8 кругов Махамантры. Получает посвящение у Шикши, он начинает повторять 8 кругов Махамантры. И тогда он вегетарианец. И он не употребляет ни в коем случае никаких одурманивающих веществ. Алкоголь, там, табак, наркотики, что-то такое. И еще он отказывается от определенных видов азарта. И также сексуальная жизнь его сводится к сексу только в браке. Но о количестве сексуальных контактов речи еще не идет. Он пытается, но, по крайней мере, он теперь только в браке. Следующая ступень называется Прабхупада Ашрая. Прабхупада Ашрая. Это ступень, когда человек начинает повторять, уже получает возможность повторять 16 кругов ежедневно. Он стопроцентный вегетарианец. Он не принимает никаких одурманивающих средств. Он не участвует ни в каком виде азарта. Его сексуальная жизнь сведена к тому, что он ограничил свой секс до одного раза в месяц. И так далее. Потом существует ступень, которая называется Гуру Ашрая. Гуру Ашрая – это когда человек решил получить Харинама Дикшу, то есть посвящение у духовного учителя. Он встречается с духовным учителем, просит у него посвящение. Духовный учитель дает ему определенное время испытательного срока и посвящает его в Гуру Пранама Мантру. То есть он дает мантру, которую вы можете читать, которая вас связывает с этой личностью. Называется Гуру Пранама Мантра. Через определенное время, когда он вам говорит, что вам нужно делать, он опять с вами встречается. Это происходит, вы даже не сомневайтесь, иногда люди спрашивают, а как это происходит, надо деньги копить или что-то. Если вы встанете, все-все-все сложится. Есть такой постулат. Как только созревает ученик, духовный учитель проявляется, он появляется. Все так устроится, что вы с ним встретитесь. Если вы начнете это делать, все опять так же устроится, что вы с ним встретились. Еще раз. Если вы не будете следовать тому, что он вам сказал, все так устроится, что вы, может быть, и не встретитесь. То вся система контролируется. Как только вы выходите на какой-то уровень сознания, там, вот как пример такой, пеленгуетесь. Вас пеленгуют и вас вычисляют, где вы, кто вы, что вы. Всегда с вами устроят все контакты, какие необходимые. Всегда все будет здорово. Вся наша система, она контролируемая. Весь, вся вселенная контролируемая. Каждое живое существо находится под контролем. Как только уровень сознания немножко выходит повыше, как тут же все так устраивается, что вы встречаетесь с тем, кто соответствует получению знания на этом уровне. То есть, кто может дать вам соответствие с вашим этим желанием подальше пройти. Итак, после этого человек получает, если он все удачно, духовный учитель дает ему посвящение. Он начитывает ему четки, говорит ему, как ему надо действовать. Человек дает обеты. То есть, никогда в жизни не принимать в пищу мясо, рыбу, яйца. Это ахимса. То есть, связанное с развитием аспекта сострадания и милосердия. Дальше он сексуальную жизнь свою ограничивает до зачатия детей. Еще там есть такая поправка. До зачатия благочестивых детей. Чарака Самхита описывает в ведической литературе, описывает, каким образом можно зачать мальчика и девочку, и каким образом можно зачать именно благочестивого ребенка, который не будет варна с анкарой. Он не будет каким-то мошенником, пьяницей, разбойником. И люди это могут сделать. И там есть определенные правила и предписания, которым нужно просто следовать, и вы сможете зачать именно мальчика, если вы хотите, или именно девочку, и у вас будет благочестивый ребенок. То есть, он не станет каким-то негодяем. И следующий этап, когда вы получаете харинама дикшу, проводится огненное жертвоприношение, поют мантры, браманы льют в огонь гий, поются мантры предные, при божествах вы даете эти обеты, вам меняют ваш статус вибрационный, то есть, вам дается духовное имя. И в этом духовном имении всегда будет приставка «дас» – это для мужчин, значит слуга, или для женщин «давидаси» – служанка. Чтобы мы не забывали, что мы слуги. Мы не есть бог, мы слуги. Чтобы мы не забыли, а то в материальном мире все забыли. Итак, после этого вы совершаете определенный вид служения, то есть, самоотношения и так далее. И последней ступенью является посвящение Брахмана, седьмая сутка, когда вам дается гайд-ри мантры, гайд-ри мантры, дается священный шнур мужчинам, священный шнур, на котором читается гайд-ри мантры. Женщинам тоже дают брахманическое посвящение, но не дают священного шнура. Наши сомпродаи, не дают священного шнура женщины. Они читают просто вот на пальцах, гайд-ри мантры. Что означает ваше имя? Вот вы, наверное, заметили, что там в имени написано «Лакшми Нарайна Дас». Лакшми Нарайна – это одно из имен Господа. Вот как мы знаем, допустим, люди называют по-разному Бога. Существует очень много, и ведическая литература описывает, есть даже такая наука, как по имени можно определить, какую степень культивирует духовное знание данной религии. То есть спросить, как у вас звать Бога? Допустим, кто у вас Бог? Свет или какая-то личность? Или его, допустим, зовут Аллах, Иегова, Будда, Христос или как вот кто называет. Также ведическая литература это объясняет, что каким образом мы можем увидеть, в какой степени это знание и до какого уровня оно поднимает живых существ. Это говорит о их взаимоотношениях, о глубине их знания. И описывается также, есть предсказания всех этих имен. Вот, допустим, также есть, вы, может быть, слышали, Велесова книга, да? Велес это одно из имен Господа Шивы. Допустим, викинги его называли Один и так далее. То есть это тоже есть упоминание в ведической литературе, как, допустим, имена полубогов будут трансформироваться в эту эпоху и какие народы, как их будут называть и так далее. И вот мое имя Лакшми Нарайна. Лакшми это потенция наслаждения, то есть внутренняя энергия. То есть, как будем говорить, сама Бхакти. А Дас это означает слуга. Таким образом, слуга Лакшми Нарайна. То есть, слуга, который пытается удовлетворить или наслаждать Бога. Через свое служение. Так можно перевести. Вы говорите, что все живые существа, сколько бы ни жили, где бы ни жили, чувствуют, что живут 100 неземных. Немножко сбитый с толку. 100 земных лет. Так что же это за высшие планеты с высшими живыми существами, которые чувствуют такую короткую жизнь, как у нас? Я говорил о 100 психологических годах. И психологически все воспринимают ее состоящих из 100 годов. Даже в измерениях Вселенной, Вселенной существует 100 вселенских лет. Называется Маха Калпа. Это 100 вселенских лет. Тоже даже вся Вселенная. Но нашему измерению равняется 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Так же Вселенная зарождается. Детство Вселенной, там юношество, зрелость, старость, болезни и пролая. Я не помню своих прошлых жизней и не чувствую связи с ними. Почему я должна отвечать за то, что не совершала? Представим, вот пьяный человек убил кого-то, протрезвел ему, говорят, ты убил. Он говорит, а я сейчас буду. Ага, я же пьяный это сделал. Или вы представьте, вы били, в синей куртке сделали что-то, а потом в рубашке. И вы говорите, допустим, ну я же был в синей куртке, все. Какая разница? Это сделали вы. Помните вы это или не помните? Это сделали вы. Вы будете нести наказание. Многие люди что-то не помнят, но они несут наказание. Что говорить, я не помню свои прошлые жизни? Что говорить о прошлом? Сейчас даже спросить, что ты делал 7 лет назад в среду пол-одиннадцатого? Вот кто вспомнил? 7 лет всего. А кто-то говорит, а я вот что-то не помню прошлой жизни. Ты эту-то с трудом помнишь. Эту люди с трудом помнят. Какая роль отводится ведом женщине? Такая же, как и мужчине. То есть просто способ, сама практика немножечко чуть-чуть другая. А те же результаты, то в том же уровне полностью все можно достичь. До тех пор, пока живое существо отождествляет себя с полом, с нацией и все остальное, считается, что оно еще несовершенно. Но когда женщина начинает себя вести полностью, как духовная душа, то есть находясь в женском теле, но действовать как духовно, то есть по духовному закону, то есть все, тут разница уже мужчина с женщиной. Это называется викамбара, внетелесная концепция. 144 тысячи душ, которые достигнут рая. О ком идет речь? Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Райские планеты, это пхукти. Пхукти, то есть это материальная деятельность. Достижение райских планет, это, если вы помните, это такое пхуктикама называется. Вожделение, трансформированное в желание попасть на одну из высших планетарных систем. Почему 144? Просто они, может быть, где-нибудь погибнут в какой-то праведной войне. Согласно учению учителя Иванова, ведро воды следует вылить именно на голову, независимо, женщина или мужчина. А его система ведь тоже основана на вере в Бога. Ну, вы знаете, это как вот в Бхагавадгите тоже есть такое, там Кришна говорит, таково мое мнение. А Арджуна говорит, а у меня вот такое мнение. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Или абсолютное мнение, или мнение, допустим. Если нет памяти о прошлой жизни, то какая разница, куда попадет и кем будет человек в следующей жизни? Все равно он не будет знать, что он делал, зато он будет страдать. Это очень плохо, он будет страдать. Какая разница, знаете вы или не знаете, кем вы были? Вы хотите страдать? Поднимите руку, кто хочет очень сейчас сильно пострадать. Мы можем организовать совместно. Укажите, пожалуйста, источник, где можно прочесть о том, как зачать благочестивого ребенка. Вот, можете вот здесь у меня подойти почитать. Есть такая Чарака Самгита. И также есть в Шримад Бхагава, там во многих комментариях, там описывается, каким образом это сделать. Как защитить семью от шаркающей женщины и подобных вещей. Если она родственница, к примеру, и не может приходить в дом. Ну просто ей, так сказать, тапки поменять. Не шаркающие тапки. Или скажите ей, прекрати шаркать. У нас паркет. Что-то делайте. Ну старые люди, ладно. Нет, я имею в виду, это специально делается. Когда специально делается. То есть кто-то приходит, нормальный человек, все, и начинает ходить так, шаркать. Ваши отношения к цыганам-гадалкам. Ну, честно говоря, у меня почти такое же, как у вас отношения. Но среди них, сделаю но. Но среди них все-таки есть личности, обладающие определенным сенсорным статусом. Есть. Но их не так много. Есть у цыган, на самом деле, которые могут, знают это, передается. Но в основном все цыгане под них работают. Ну это так же, как вот сказать, что нет экстрасенсов. Ну как, есть они, но на самом деле их не так много настоящих. Все остальные под них что? Работают. Вот как вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у человека ангел-хранитель или прокровитель? Если есть, то у каждого человека. Скажите, в общем, что-нибудь об этом. Спасибо. Да, есть такие живые существа, которые называют питы, питы, предки. Есть такая планета Петрилока. Есть такие живые существа, питы, которые могут хранить родословные. То есть есть такие живые существа, которые могут хранить родословные. И ведическая литература описывает этих живых существ, ну то, что иногда называют ангелами, ангелоподобными живыми существами, то есть они могут наблюдать или помогать каким-то своим родам, своим семьям, какой-то личности. Также это может происходить ваш родственник какой-то, умерший, он тоже может таким образом действовать, либо вас, так сказать, защищать, либо даже вам причинять наоборот беспокойство. Вот очень часто люди, если вам снятся люди, которые умерли, то лучше их помянуть. Если вы во сне видели человека, который умер, лучше сразу на следующий день приготовьте пищу, очень о нем хорошо подумайте, расскажите что-то и покушайте. Есть такие вот живые существа, их называют ганхарва, ганхарва, есть такая ганхарва лока, это ангелоподобные живые существа с большими крыльями за спиной. В ведической литературе есть такая ганхарва лока, планета ганхарва, там проживают эти. И вот ганхарва или архангел, да, вот на русском языке говорят так, вернее на русском это, ну, в нашей речи есть в обиходе, архангел. Грехопадение по Библии, что это значит? Грехопадение это отказаться действовать по законам Бога. То есть прекратить действовать по законам, установленным Богом, начать действовать по собственной прихоти. Есть такое понятие, как намакавача, которое проистекает, кавача означает броня, и когда человек начинает повторять Харе Кришна Махамантру, в его биологическом поле появляется вид защитного поля, и чем он продолжительнее и четче повторяет, тем это поле более укреплено. Нама Кавача, броня, созданная повторением Харе Кришна Махамантры. И всякие эти живые существа, они могут спокойно уходить, они воздействовать не будут на вас. Даже если рядом с ним читают, да. То есть на поле слышимости внешне и так тонко есть поле слышимости. Жена медиум, на протяжении двух лет я через нее разговариваю с духом Бога Индра. Это реально? А почему с духом-то? Он уже духом стал, что ли? Господь Индра, он повелитель небес, он царь полубогов, он очень могущественная личность, он не какой-то дух. Это мы по сравнению с полубогами, духи. Вот люди, вот этот эгоцентризм человеческий просто потрясающий. Вот представляете, сидит человек и говорит, а Бог есть или нет? Даже более высокоразвитое живое существо, оно думает, вообще вот он-то вот этот, кто так говорит, он вообще есть или нет? И вот эта маленькая какая-то такая пипулечка сидит и там еще рассуждает, Бог есть или нет? Такова иллюзия. А еще смешнее, когда она говорит, я Бог. Это еще смешнее. Знаете, я говорю, есть такая вот эта поговорка. Если хочешь насмешить Бога, расскажи Ему о своих планах. Будьте любезны, расскажите, пожалуйста, историю об Адаме и Еве и о связи с мудрецами в лицу на Мишаране. Давайте я лучше вам расскажу историю. А то эти все сейчас начнутся, эти духи, мухи, ой, такая тема всегда такая, нечистьца. Просто надо понять, что эта нечисть существует, она действует. Я уже вам сказал, как можно от нее защититься. Считаете ли вы себя пророком? Мессией, гуру и тому подобное. Я, по-моему, с самого начала говорил, я обычный человек, абсолютно обычный. У меня нету никаких мистических совершенств. Я не хожу по воде, не материализую, не дематериализую ничего. Я обычный человек, точно такой же, как вы. И сейчас у многих... Я никакая не мессия. Что вы можете сказать сейчас о просветлении, о котором говорят буддисты? Достигли ли вы его во время занятий буддизмом? Ну, я достиг, конечно, каких-то определенных ступеней в этой практике. И эти ступени позволили меня перейти вот в эту систему. То есть, понять или, как сказать, познакомиться с ведическими представлениями. Что нужно совершить, чтобы возвыситься и прийти в золотой век? Расскажите. Четвертое занятие, которое мы обычно проводим, как раз и посвящено практике бхакти-йоги. Я вас всех приглашаю и на четвертое занятие. То есть, вот завтра я расскажу о законе кармы и реинкарнации и свяжу эту лекцию с этими проблемами. Расскажу, как происходит. Также свяжу третью лекцию. Астрономия, космография. Какую-то часть, может быть, затронула. Уфология и так далее. Сколь велика роль еврейской философии в духовном развитии европейцев. Ну, я не думаю, что только европейцев. Практически мы видим, что роль вообще как нации очень огромна в науке, в культуре. Мы видим, так сказать, практически, если я вот даже так, как сказать, если мы даже будем сейчас говорить, любую область физики, математики, медицины, изобразительного искусства, театрального искусства, то мы увидим, что практически основу, фундамент всей культуры несет это нация, может быть, так можно сказать. Я думаю, вы все с этим согласны тоже, да? Или нет? Ну, а почему тогда? Зачем вы спрашиваете? Это, по-моему, все знают. Я буду рассказывать о карме, как вот запутывается живое существо в своих поступках, как что происходит, почему мы сразу не можем вырваться отсюда. Как живое существо, соприкасаясь с объектами, оно начинает рассматривать эти объекты для чувственных наслаждений, привязанность появляется, как эта привязанность, она начинает действовать, и человек не может это бросить. Ему кажется, что это я и мое. Я не брошу этого никогда. Как вот, помните, детский стих есть, оторвали там мишке лапу, уронили там что-то его на пол, все равно его не брошу, потому что он хороший. Что вы можете сказать о Махариши, Махиш-йоге, талантливом ученом физики, основателем умственных техник трансцендентальной медитации и программ ТМ Ситхи, ведических университетов и школ Гандхарва и Аюрведы. Спасибо. Джай Гуру Дева. Я такого, как сказать, плохого ничего не могу сказать. Хорошего могу, конечно, очень много сказать, поскольку любое знание, которое... Я еще раз говорю. Любое знание, которое позволяет нам приобщаться к ведическим системам, к ведической науке, оно является очень большим благом для каждого живого существа. Могли бы вы сейчас рассказать о Христе то, что вы не сказали? Ну, может быть, вам на ушко. Нет, я почему обычно не рассказываю, потому что я говорю, у многих людей могут возникнуть какие-то проблемы. Может быть, мы сейчас начнем. Сегодня первый день, будем говорить, это такая адаптация, знакомство. Я адаптируюсь, вы адаптируетесь. Завтра нам будет легче диалог вести, послезавтра еще легче. Обычно на четвертый день мы просто как братья и сестры становимся. Вот серьезно я говорю, что так люди очень открываются, раскрываются, поскольку я не даю свои какие-то интерпретации, свое знание. Оно исходит из ведической литературы. У людей происходит отзвук в сердце, в сердечной чакре, как говорится. Они, так сказать, чувствуют, что да, на самом деле у них все складывается в определенную систему, они все хорошо начинают воспринимать, раскрываются. И тогда можно спокойно разговаривать, уже говорить какую-то более серьезную информацию, которая бы, допустим, в первый день очень сильно шокировала бы человека. То есть какие-то противоречия возникли. Иногда люди засыпают, головная боль начинается. Вы, может быть, знаете, да, что существует такое понятие, как грань информационного поля. И когда какая-то информация переходит, эту грань, вот нашу грань, то возникает, вот вы знаете, да, когда самолет летит, скорость света, скорость звука, пух, хлопок, скорость света, взрыв, вспышка. А вот когда информационное поле, такое, извиняюсь за выражение, кондрашка наступает такая, сильная головная боль, сонливость или гнев. Очень сильное эмоциональное возбуждение начинается, когда информация не соответствует нашему вибрационному полю. И мы видим, сон это защита, да, то есть человек, он говорит, все неправда, всем ура. И заснул, допустим. А другого человека, так сказать, у него наоборот, там гнев возник, он начинает там ругаться или что-то. У третьего человека очень сильно головная боль начинается. Вроде интересно, но голова начинает раскалываться, ломаться. Поскольку эти вибрации, вибрации это все, я еще тем более на санскрите говорю, а этот санскрит, он очень серьезно связан с ад-чакра-йогой. То есть, каждые звуки санскрита, они раскручивают определенную нашу чакровую систему, очищают, происходит открытие разных каналов, и человек себя может даже дискомфортно почувствовать от санскрита. Слушает санскрит, там какие-то вещи, и у него такое состояние. Что вы можете сказать о таких людях, как Блаватская, Рерих, Карлос Кастаньеда? Вы знаете, обычно я иногда просто рассказываю, что я бы просто брал записки и возил их с собой. И просто каждый раз я бы так отсюда вытаскивал бы их, ложил бы и читал. Потому что за три года своих путешествий почти я не нашел ни одной новой записки. То есть, нового вопроса. Все одинаковые вопросы, абсолютно одинаковые. Как можно выучить санскрит? Если вы будете вставать в три часа утра и ложиться в девять часов вечера, в течение двенадцати лет с перерывами покушать и сходить в туалет и совершить омовение, то через двенадцать лет вы можете достигнуть кое-какого уровня. Кое-какого уровня. У вас есть дети? Да, у меня есть дети. Что сказано в ведической литературе о событиях, которые произойдут с нашей землей 3-4 мая этого года? Вы знаете, я не знаю, как отвечать на эти вопросы. Не потому, что я не знаю, что может произойти, по крайней мере, или как описывает ведическая литература. Я не всегда знаю, как ответить, потому что не очень хорошо понимаю, о чем спрашивает человек. Что произойдет с землей? То есть он всю землю сразу охватывает. Именно 3-го и 4-го мая, да, по-моему? Да, мая. А уже сегодня какой мая? Или он заранее написал эту записку человеку? Или может в каком-то году, может быть он имел в виду в каком-то году, в 2000 году, или в 2001, или в 2003. Каким образом... А, так, что символизирует флаг сзади? Ну, этот флаг называется мандала. То есть это такое структурно-геометрическое строение Вселенной. Такое в виде лотоса. Такого тысячелепесткового лотоса. И в центре написано на санскрите «Источник вечного наслаждения». Источник вечного наслаждения. Есть ли в Ведах упоминания имена имени Пифагора и Ломоносова? Нет, это не такие великие люди. Да. Все то, что мы считаем великим, не имеет вообще никакой ценности. Вся наша музыка, все это погонение Шекспир, все. Вы знаете, люди, когда я даю лекции по гунам, то есть невежество, страсть и благость, ведическая литература рассматривает все с позиции этих. Где искусство в гуне невежества, где искусство в гуне страсти, где искусство в гуне благости, в качестве благости. Музыка, вибрации, литература, живопись. Все рассматривается с позиции этих модусов. Все невежественное разрушает нас, нашу духовную потенцию. Все то, что в страсти делает нас материалистичными. И все, что только в благости, поднимает нас до праведности. Поэтому любая литература, музыка, вот что вы возьмете, все имеет разную виду тонкой природы. И если мы сейчас с вами обратимся к нашей так называемой классике выдающейся, то все это страсть и невежество. И в мире лишь не такой большой потенциал систем из этих областей, которые помогают развивать благие качества. Тонко воздействуют так, что развивают благо. Поэтому если мы возьмем любую оперу, концерты, великих классических произведений, то вы будете очень глубоко разочарованы. Всем, чем гордится общество, приводит его вот к этому результату. Но я эту тему не буду трогать, а то сейчас посыпятся записки. Как? Обычно вы замахнулись на Шопена? Вы замахнулись на Паганини? На Чайковского, Долматовского, Матусовского и так далее. Ваши мысли об Анастасии? Вот если честно, я о ней не думаю вообще. У меня есть куча других мыслей и все. Я о ней вообще никаких мыслей не имею. Анастасия, ну, дай Бог есть здоровье. Или что там, еды, ума, интеллекта, духовного потенциала, духовного блаженства. Я понимаю, о чем вы говорите. Вы хотите мое отношение к этому феномену, да, то есть, что я могу сказать. Пока я сказать ничего не могу. То есть у меня есть какие-то определенные мысли по поводу этого, опирающиеся на ведическую литературу, но я не тороплюсь. Аналогичны ли в дальнейшем курганы на наших... Аналогичны ли? Что это? Даль... Доль... Дольми... Как? Дальмины. Курганы на наших равнинах. А вот это слово Дольмины, это что? А, Дольмины. Ну, я, вы знаете, терминологию Анастасии не знаю просто. Поэтому я не хочу говорить. Ну, захоронений есть очень много. Существует же архаизм, да, архаимы там, древние культуры. И, кстати, культура вот на территории Украины. Так вот Украина, ну, это такая богатейшая житница всех этих артефактов, что все, что мы сейчас с вами делаем, вы просто вот, ну, мы обратно говорим о том, о чем что-то здесь было сейчас. Здесь столько этих храмов найдено ведических, столько просто, ну, вы даже не представляете. И определенные круги это все сдерживает. Назовите, пожалуйста, несколько имен ведических, санскритских, мужских, женских. Ну, вы знаете, существует очень много имен, допустим, там, Пхима, Накула, Сахадева, Арджуна, это имена такие. Также вот есть имена, допустим, русские имена. Есть, допустим, там, Муха, да, Зима или что-то еще, то есть такие, Весень. Есть очень много имен, но это другой раздел. В частности, имя Любовь, Владимир, является ведическим? Нет. Ни Любовь, ни Владимир не являются ведическим именами. Есть ли в ведах предсказанные события, аналогичные, описанные в Откровении Иоанна Богослова, апокалипсис, и насколько они совпадают, если есть? Да, кое-что совпадает. Даже есть места, которые почти, ну, как сказать, копейка в копейку совпадают. Ну, есть также места, которые не совпадают абсолютно. Объясните, пожалуйста, каким образом связаны женские проблемы с полубогом-вороной? Ну, сейчас-то я даже не могу здесь вот это. Я, так сказать, не гинеколог, и... Ну, это такой, как сказать, вот интимный разговор, может быть, так не будешь сидеть об этом. Поэтому надо знать природу вашего заболевания, что, как, это больше, к аюрведическим докторам. Кое-что я знаю, но... Хочется узнать подробнее, почему именно корова священна. Потрясающе! Знаете, вот есть такой анекдот. Я вот иногда рассказываю, когда вот такие вопросы бывают. Про море там... Знаете, да? Про море слышали, наверное, уже? Ну, как отец ребенка учит, подводит его и говорит. Сынок, вот эта вода, все, что ты видишь, это море. Он так смотрит. Он говорит, ты понял? Он говорит, понял. А где оно? Он говорит, вот это, все, что ты видишь, вот это много воды, это называется морем. Ты понял? Он говорит, понял. Только я не пойму, где оно? Он берет, он уже, ну, нервничает отец, берет его за шкирку и в эту воду. Раз! Лицо! И он такой... И весь так воду вытирает. Он говорит, вот это, сынок, море. Он говорит, я понял, ну где оно? Примерно за какой срок можно вылечиться с помощью мазания стоп и ладошек топленым маслом? 0,5 лет, 1 год, 2 года. Вот такой удивительный вопрос. Это зависит от вашей степени, от вашего заболевания, от природы ваших болезней и так далее. Мажьте, вы почувствуете, только настырными будьте немножечко. Все это работает. Что делать, если у ребенка аллергия на молоко и на молочные продукты, а ребенку полгода? Ну, дождитесь, когда аллергия пройдет. К аллергологу надо сходить. В общем-то, если честно говоря, я же вам сказал, есть тест. Значит, у ребенка очень сильна природа такая негативная. Можно постепенно ее выровнять. Скажите о промежуточном мире между материальным и духовным миром. Ну, вы знаете, это же целая тема, чтобы так вот в двух словах сказать. Да, есть промежуточный мир, называется Махеша Дхама. Махеша Дхама – это промежуточный мир, он также заселен живыми существами. Этот промежуточный мир. Дурга Дхама – это наш материальный мир. Махеша Дхама – это промежуточный мир. И есть мир Вайкун Дхама или Вайкун Дхолог – это духовный мир. Ну, чтобы рассказать об этом, в двух словах очень сложно. Объем ведической литературы примерный. В страницах? Огромный, вы знаете, огромный, конечно, потенциал. Но сейчас суммамбоном практически переведено на многие языки. Сейчас, по-моему, насколько я помню, вот это предсказание сбывается. В более 75 языках уже переведено, то есть сливки всей ведической литературы, которые необходимо знать человеку для того, чтобы полностью изменить всю свою жизнь. Более, по-моему, 75 языков переведено сейчас, насколько я знаю. Сейчас я вам расскажу. Вот о таком атрибуте, вот вы видите, наверное, у меня на шее вот висят такие бусы. Ну, если их можно назвать бусами, так, наверное, в русском варианте можно так назвать. Это называется Кантималы. Кантимала. Вот здесь есть у нас дырочка такая вот, здесь у всех. Она называется Канта на санскрите. Мала – это дерево туласи. Туласи. Ведическая литература описывает много историй, связанных с этим деревом. Это дерево растет в Индии, высоко в Гималаях, и также в некоторых местах оно существует. В некоторых тхамах, в религиозных центрах. И ведическая литература описывает это дерево, как самое могущественное дерево, которое очищает человека от последствий его греховных поступков и закрывает его тханту. Иногда мы можем видеть, как некоторые люди просто малу носят не на кханте, а просто даже могут привязать и на руке где-то носить или что-то. Соприкосновение малой с телом очень благоприятно. Но особенно благоприятно рекомендует ведическая литература закрывать такими бутцами кханту. Когда человек еще недостаточно совершенен, считается, значит, два фактора есть в ношении кантемала. Первый – кантемала очищает человека, и кантемала также дает ему преданное служение. То есть это такой вид энергии проходит через это дерево. Он позволяет человеку быстрее, более интенсивно развивать потенцию преданного служения. И второй фактор кантемалы связан с тем, что живое существо, недостаточно очистившееся, может быть вынуто из грубого материального тела в момент смерти через кханту. Это обычно происходит через кханту. Есть такие живые существа в тонком мире, которые называются ямадуты. Это слуги Господа Ямы, Ямараджа, или еще его называют Тхармарадж. То, что, может быть, кто-то читал, тот, кто судит, карма, заведует Тхармарадж. То есть повелитель и управитель этой кармы, он следит за этим законом. И вот у него есть такие живые существа, которые называют ямадутами. Если вы помните, я уже упоминал вам институт доктора Моуди, кто-то наверняка, и другие институты, исследовавшие природу тонкой психики человека и посмертного опыта, очень много говорят об этих живых существах. Очень много говорят об этих живых существах, тонкого такого мира, которого мы простыми глазами или простые люди не видят этого. Эти живые существа вытаскивают тонкое тело человека через кханту. И в Пуранах описывается, что если у кого-нибудь закрыта кханта малой, то есть тулоси, то ямадуты вообще не касаются тела такой личности. Не касаются, даже если эта личность очень греховна. И таким образом, когда мало закрывает кханту, человек может просто переселиться в новое материальное тело в соответствии с законом кармы. То есть его не уводят на адские планеты. Тоже одна из форм защиты для тех, кто обычно практикует. Но малу, кантемалу рекомендуют носить всем. Рекомендуют. Верит человек, не верит, это очень благоприятно. И кантемалу, если кто-то ее носит, ее ни в коем случае нельзя снимать. Ни в коем случае. Очень хорошо детям, умирающим одевать кантемалу. Есть еще такое дерево, листочки этого дерева, называются тулоси. И ведическая литература говорит о том, что если любому даже человеку, который покидает тело, подложить под язык тулоси, то этот человек обязательно родится человеком, независимо, какие он поступки совершал. Он обязательно родится человеком. То есть он никогда не станет в какую-то низшую форму, не попадет. Так же, как есть и тома. И так же вторая природа этого дерева, оно дарит преданное служение Кришне. Поэтому преданные обычно, те, кто культивирует бхакти-йогу, они носят кантемалы на шее, закрывая эту канту. Значит, вот такие. По-моему, у нас есть, да? У нас есть где-то? Есть. Что? Количество. Можно любое количество. Можно одну, две носить, можно три. Нет, сандал это сандал, а это тулоси, это разные деревья. Есть дерево бо, баньян, есть сандал, есть тулоси мало. Это разные деревья. Но дерево бо, баньян, дерево ним, тулоси, сандал, они тоже очень благоприятные. Но тулоси более благоприятное дерево считается. Более благоприятное из всех. Ее так и называют царица Вриндауна, тулоси она. Вринда-деви, тулоси, махарани. Так, значит, я сейчас перейду не к вопросам, а я о режиме дня-то совсем забыл вам рассказывать. Итак, в бхакти-йоге, чтобы усилить все эти звуковые вибрации, рекомендуется человеку постепенно, то есть начинается все с повторения, но он должен знать режим дня и каким образом действовать. Первое. В Бхагавадгите объясняется, что даже по сну можно определить, в какой гуне находится человек. Сколько он впит. Это тоже показатель его потенциала или коэффициента благочестия. Люди, находящиеся в гуне благости, успевают отдыхать и спят не более шести часов в сутки. То есть это для них естественно. Шесть часов в сутки – это человек, который находится в благости. И спит не так в смысле, что ему на работу надо идти. Так-то мы можем и два часа спать, когда мы там деньги зарабатываем, и надо куда-то идти, там что-то делать. А он на самом деле спит шесть часов, даже когда ему предоставляется возможность спать сколько угодно. За шесть часов он полностью высыпается и приступает к какой-то деятельности. Любой сон более шести часов, описывается, шесть часов и десять часов, то есть вот шесть, семь, восемь, девять, десять, до десяти часов, относится к гуне страсти, раджа гуна. Первый сон – это сатва гуна, второй вид сна называется раджа гуна, гуна страсти, по сну определить важно. И более десяти часов, двенадцать и шестнадцать часов – это люди, находящиеся под влиянием качества невежествия, тама гуна, тама гуна, в невежествии, пребывающие в невежествии. Таким образом, когда человек начинает повторять мантру, постепенно он должен знать, что в процессе этой деятельности у него сокращается постепенно сон. Но обычно рекомендуют по десять минут выбрасывать из своего сна. Вот кажется, такая малость, да? Но если вы начнете выбрасывать по десять минут в течение, допустим, ну, десять минут или пятнадцать, представьте, пятнадцать минут убрали и установили через две недели. Вот вы наверняка замечали, когда поднимаешь тело и говорит, ну, пять минуточек, ну, минуточку. То есть такую роль играет даже там полминуты или минуточка. А тут пятнадцать минут, если выщелкнуть, и в течение какого-то длительного времени настроиться, потом еще пятнадцать, 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 и можно довести до шести часов. Когда человек до шести часов может спать, ну, сделать это постепенно в соответствии с повторением мантры, исследованием. Следующий человек, значит, спит. Когда человек спит, рекомендуется спать обязательно теменем на восток. Обязательно теменем на восток. Люди не очень хорошо знают, как здесь в космосе протекают все виды потоков энергетических. Если вы спите головой на север, ваша жизнь укорачивается. На юг вы получаете очень разнообразный вид болезней, то есть тонкие энергии уже начинают разрушать вас. На запад вы становитесь безбожными. Чем дальше на запад, тем сильнее калий-юга. Чем дальше на запад, тем больше калий-юги. Чем дальше на восток, тем меньше влияние века калий, считается, и потенциал. Поэтому людям рекомендуется спать теменем на восток. Потому что таковы проходят меридианы и каналы, протекают эти потоки, энергетические потоки, как течение в эфире. Это первое. Человеку не рекомендуется ни в коем случае спать голым. Вот очень много людей спят голые там просто. Голыми спать не рекомендуется. По крайней мере, гениталии всегда должны быть закрытыми. Поскольку это особо любимые места, врата, через которые входят в наш город. Называют город с девятью вратами. То есть вот девять отверстий у нас есть в теле. Город с девятью вратами. И гениталии особо такие места, когда ночью через них входят, через анус и гениталии. Они должны быть всегда закрытыми. Люди не знают, думают, что это простое предписание кому-то в голову сбрело. Это большая защита. Я могу вам сказать, что очень много людей, особенно в западном мире, находятся под влиянием духов и привидений. Разной природы. Нейших, средних и так далее. И даже живут всю жизнь, нося этих духов и привидений. И даже не знают, что многие, 80% своих поступков они делают под влиянием этих живых существ. И они даже ничего не знают об этом и считают, что это я такой и есть. И стоит их просто, этих духов из них вырвать, как человек абсолютно меняется и другим становится. И он может прожить всю сознательную жизнь и думать, что это он такой, что это свойственно его личной природе было. Но это только многие поступки он совершает под влиянием этих низших сущностей, которые могут приходить в него, вселяться в него и также выходить из него. И когда им вздумается, они могут использовать его тело для своей определенной деятельности. Особенно это люди, употребляющие какие-то одурманивающие средства. Это 100%. В человеческом организме есть защитная оболочка такая энергетическая, как поле. У каждого человека в соответствии с его кармой есть поле защитное. И когда человек употребляет одурманивающие средства, любое, любое, то это поле мгновенно нарушается, то есть ослабевает. И таким образом вся система, вот в человеческом теле есть очень много зон вхождения этих тонких сущностей. И вся эта система сразу становится беззащитная. И человек сразу атакуем этими духами, привидениями, всевозможными низшими сущностями. Это тоже очень важно знать, поскольку люди не знают, почему говорится, что человек, когда выпьет, он делает такие поступки, которые трезвые бы он никогда не сделал. В лучшем случае, если бы это было связано с алкоголем, человек бы напился и упал. Нет. Вдруг почему-то он вспоминает все обиды, врачи говорят, вот процесс торможения, там расторможенность происходит. Нет. Всю эту систему направляют исключительно живые существа из тонкого мира. Поскольку вот этот защитный фон спадает, и ведическая литература очень много описывает об этом, как только вы употребляетесь, тут же на вас начинает происходить это влияние. Поэтому, вы знаете, почти 99% тяжких преступлений совершаются в состоянии алкогольного, наркотического или другого вида опьянения. Даже существуют ментальные виды опьянения, когда вы наслушались какой-то информации, каких-то звуковых вибраций, какой-то музыки, и у вас может возникнуть желание пойти и совершить какой-то вид преступления, очень серьезного. Также есть картины, литература, в которые вы можете начитаться, и точно так же на вас повлияют эти живые существа через эти виды. Помните, когда вы вчера меня спрашивали о литературе, об искусстве, там, о разных вещах существует? И если человек не знает этого, это как вот страдание молодого Вертера. Знаете, да, есть такое произведение? И говорится, что люди, когда читают его, то у 80% молодых людей, которые сталкиваются с этим произведением, появляется настроение суицида. Суицид – это самоубийство. Желание покончить жизнь самоубийством появляется. Поэтому нужно иметь это знание, что все эти картинки, музыка, фильмы, все это при определенных живых существах формируется. Но те, кто это формирует, могут даже не знать, что за ними стоят определенные силы, которые воздействуют на общество с определенными планами. И люди практически полностью в неведении по поводу музыки, концертов, что там, радио, телевидение, печать, что делают. Как сейчас вы видите, да, подходишь к книжной полке, там все вот эти вот, рэмбо кругом там. Или там любовные утехи кругом и все остальное. Люди даже не знают, как общество атакуется. Мощно атакуется, сознательно атакуется. Если вы думаете, что это так просто, рынок сбыта – нет. Сознательно идет атака. Сознательно. Значит, ни в коем случае нельзя спать голыми. Значит, теменем надо спать на восток. Если вам жизнь ваша дорога, и вы еще хотите что-то высшее сделать, все это примените, пожалуйста, в своей жизни. Следующее. После того, как человек спит, в течение сна, в течение сна, когда он глубоко погружается в сон, у него появляются определенные проблемы. То есть, когда человек спит, он переходит в тонкую форму бытия. И его тело облепляют всевозможные также тонкие сущности. Его тело. И после того, как человек встал, он должен обязательно, обязательно сделать полное омовение. Независимо, мужчина или женщина. Единственное, в чем есть разница. Женщинам не рекомендуется постоянно, каждый день полностью мочить волосы. Женщинам рекомендуется просто взять воды и сбрызнуть волосы. Обрызгать на них. Для этих сущностей такого рода, для них вода является огнем. Понимаете, да, что в разных мирах разные стихии по-разному действуют. И если кто-то знает, что вода, она обладает тонкой формой огня. А огонь обладает тонкой потенцией чего? Воды. Итак, это очень обязательно совершать это омовение. Также, многое система энергетическая приходит в равновесие. То есть, доши уравновешивают. Особенно холодное обливание рекомендует ведическая литература по утрам, после того, как вы вымылись, хорошо вымыли все врата, все полное совершили омовение. В завершение очень благоприятно окатиться. Вот я хочу подметить, не поливаться холодной водой, а окатиться холодной водой. И в йоге это очень всегда рекомендуется. После мытья.